Радио Минск. Объяснитель. Объяснение слушаем внимательно. Сегодня у нас это наши друзья из МЧС. Из МЧС. Минское отделение МЧС. Слово будет как-то связано с их профессией. Вы как только догадались, что же за слово они вам объясняют, на 924.0 присылайте его в виде смс-сообщений и оказываетесь первым правильно ответившим, получаете пригласительный на концерт. Включаю объяснение. Что это за слово? Корабль точно с ним не столкнется. Есть такая радиостанция. Так называется Государственное учреждение образования Центр дополнительного образования детей и молодежи в Ленинском районе города Минска. В конце 19 века статуя свободы использовалась в качестве него. Подрядчик принимает работы у прораба. Смотрят они в 50-метровую яму, а внизу светится лампочка. Подрядчик берет проект, переворачивает его и говорит, ребята, вообще-то это должен был быть. Одно из семи чудес света, построенное на острове Форос. По нему ориентируются корабли. С каким учреждением образования, построенным на острове Форос, точно не столкнется корабль в Ленинском районе города Минска? По-моему, это первый случай объяснительный, когда у нас тут звучал анекдот. 9-2-4-0. Ждем от вас это слово. Кто первым прислал правильный ответ, мы перезваниваем, мы задаем дополнительный вопрос. Все довольно просто. И все будет в продолжении через минут 8. Радио Минск. Пояснительное. Продолжение рубрики «Объяснительное» выливается в рубрику «Пояснительное». Мы включали запись, как наши друзья, спасатели из МЧС Минского описывают слова, связанные с их профессией. И Елена, наша слушательница, первая прислала правильный ответ. Доброе утро, Елена. Доброе. Елена, давайте послушаем еще раз запись, потом назовете слово, хорошо? Угу. Включаю запись. Корабль точно с ним не столкнется. Есть такая радиостанция. Так называется государственное учреждение образования, центр дополнительного образования детей и молодежи в Ленинском районе города Минска. В конце 19 века статуя свободы использовалась в качестве него. Подрядчик принимает работы у прораба. Смотрят они в 50-метровую яму, а внизу светится лампочка. Подрядчик берет проект, переворачивает его и говорит, ребята, вообще-то это должен был быть. Одно из семи чудес света, построенное на острове Форос. По нему ориентируются корабли. Елена, что это за слово? Маяк. Маяк. Теперь анекдот стал смешнее, который рассказывал сотрудник МЧС. Елена, а вы как раз бывали на маяке? Да, была. И как вам? Прекрасно. А где это было? Когда по проекту правильно построено. А где это было? В Португалии. Интересно, высокий маяк был, да? Да, да, высокий. Это которая западная точка, да? Там мы с Рока. Да, да, да. Да, ну вот, видите. Хорошо, но у нас о другом маяке будет сейчас вопрос. Мы вас так увели в сторону, а теперь вернемся к вопросу дополнительному с вариантами ответов. И один вариант только будет правильный. Ну, хотя если вы были в самой западной континентальной части Евразии, то это ближе к статуе Свободы, в принципе. Хотя ее оттуда не видно. Статуя Свобода была маяком, мы слышали в объяснении, и вопрос касается и ее, и музыки. Здесь, даже если вы не знаете музыки, можно, ну, по логике вещей предположить, просто внимательно послушать вопрос. Есть группа такая, Супер Трэмп, и у них альбом есть Breakfast in America. Такая известная песня, Take a look at my girlfriend, ну и так далее. Не буду здесь, потому что вам не понравится, как я спою. Так вот, что держала в руке женщина, которая изображена как отсылка к статуе Свободы? Там была одна рука поднята, там, ну, статуя Свободы факел, а у женщины что-то другое. Так вот, что она держала на обложке альбома группы Супер Трэмп? Завтрак в Америке, называется альбом. Она держала флаг, серп, стакан апельсинового сока. Ну, скорее всего, стакан апельсинового сока. Ну, совершенно верно, у вас прекрасная логика. Елена, мы вас поздравляем, вы получаете пригласительный на концерт, и действительно, на обложке была женщина, ну, такая аллюзия на статуе Свободы, со стаканом апельсинового сока. Спасибо за участие.